Всем привет! Вы на канале Даша Техника и сегодня я вам расскажу про БМП, а точнее про БМП, которые были представлены на форуме Армия-2023. У меня в руках БМП-2Д, она воевала в Афганистане, а в этом видео будет БМП, которые модернизированы по результатам боев на территории Украины. Итак, поехали! Я продолжу рассказывать об экспонатах форума Армия-2023 и на этот раз я уделю внимание боевым машинам пехоты. Прошлые части, где я рассказываю о танковых и роботизированных новинках, у меня уже есть на канале, так что посмотри. Итак, поехали! БМП-1 АМ Басурманин. Сейчас на вооружении Армии России продолжает состоять БМП-1 и в войсках сейчас около 1000 машин, преимущественно в тыловых военных округах, центральном и восточном. И еще 7000 машин находятся на хранении. Заместить потребность войск в БМП машинами БМП-3 и БМП-2 пока не удалось. И многие строевые БМП-2 также требуют ремонта, а значит и запчастей. И поэтому продолжается эксплуатация БМП-1. С учетом того, что парк БМП-2 довольно изношен и требует ремонта, а поставки новой техники не позволяют быстро заменить старую технику, становится понятно, что без модернизации парка БМП-1 не обойтись. И в 2018 году была представлена модернизация боевой машины пехоты БМП-1 АМ Басурманин. И такое название во многом объясняется тем, что данный вариант вполне может заинтересовать многие небогатые страны, где продолжается эксплуатация БМП-1. А экипаж, как и прежде, состоит из трех человек и восьми десантников. Боевой модуль БППУ МБ-1 хорошо освоен в производстве, и он массово упускается на заводе Муром Тепловоз, и неплохо зарекомендовал себя в Сирии, и является штатным вооружением БТР-82А. Боекомплект вынесен из боевого отделения и загружается снаружи до начала боя. Решение провести массовую недорогую модернизацию БМП-1 весьма правильное, и оно позволит быстро провести капитальный ремонт парка российских БМП. Так как запчастей для БМП-1 на складах довольно много, а боевой модуль от БТР-82А довольно прост, недорог, и выпускается массово, а также эффективен для своих задач. БМП-2 создавалась на базе БМП-1 для дальнейшего повышения боевых характеристик последней, и принята на вооружение в 1980 году машина разработки Курганского завода. Основное вооружение БМП-2 это 30-мм автоматическая пушка 2А42, установленная в двухместной вращающейся башне, а с пушкой спарен пулемет. Шасси БМП-2 с шестиопорной ходовой частью по конструкции и техническим характеристикам аналогично шасси БМП-1. Первые БМП-2 в бою оказались в 1982 году и показали преимущество своей 30-мм пушки. Большие углы вертикальной наводки позволили бороться с врагом, занимающим господствующие высоты, а стрельба очередью успешно поражает пехоту. Позже машина приняла участие в войне в Персидском заливе, встретив там американские М2 Брэдли и Абрамс. На оружейной выставке Армия-2023 продемонстрирована улучшенная версия БМП-2М. Боевая машина пехоты получила усиление защиты, а в частности блоки динамической защиты, а также решетчатые экраны, которыми прикрыт корпус. А для снижения заметности БМП-2М получила маскировочную сеть «Накидка», которая помимо визуального обнаружения снижает тепловизионное и радиолокационное обнаружение техники. В качестве вооружения БМП-2М использует боевой модуль «Бережок», а какие-либо дополнительные технические характеристики улучшения боевой машины пехоты пока что неизвестны. В Российскую армию поступила партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К. И в ходе модернизации на боевые машины были установлены современные двигатели, средства связи и портовая электроника, а также навигационное оборудование, приборы наблюдения и средства разведки. В частности, обновленные БРМ-1К получили унифицированные боевые отделения от БТР-82А. Этот модуль со стабилизированным пушечно-пулеметным вооружением оснащен 30-мм пушкой с боекомплектом на 300 выстрелов и пулеметом калибра 7,62 мм. Комбинированный прицел обеспечивает наводчику ведение стрельбы из пушечного и пулеметного вооружения в любое время суток с места и в движении. За счет нововведений эффективность БРМ-1К при ведении токсической разведки в современных операциях значительно возросла. За счет повышения характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП. До модернизации экипаж БРМ-1К состоял из шести человек – командира машины, наводчика пушки, радиотелеграфиста, водителя механика и двух человек десанта. Конструкция боевой разведывательной машины повторяет БМП-1. В передней части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение, в центральной кормовой – боевое отделение. Эти машины предназначены для ведения разведки в глубину – от 50 до 80 км от места дислокации своих войск. БРМ-1К способна обнаружить замаскированные объекты в условиях ограниченной видимости, определить, передать координаты целей, а также поражать живую силу противника. А больше контента обо мне вне моделизма и техники вы можете найти у меня на страничке на Boosty. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Спервые широкая публика увидела новую БМП-3 во время парада на Красной площади 9 мая 1990 года. И к тому времени машина уже успела хорошо себя зарегомендовать в войсках. БМП-3 сильно отличается от предшественников. БМП-1 и БМП-2. И в первую очередь различия касались корпуса и компоновки. Это поколение БМП считается одним из хорошо защищенных и хорошо вооруженных. При этом БМП-3 сохранил плавучесть, как и его предшественники. Основным орудием для БМП-3 является 100-мм пусковая установка, способная совершать до 10 выстрелов в минуту. Если у БМП-1 и БМП-2 двигатель располагался в передней части слева от механика водителя, то у БМП-3 его переместили в заднюю часть, как у классических танков, опустив максимально вниз, чтобы обеспечить более или менее удобный выход десанта. Машина получилась крайне живучей, и в настоящее время ее эксплуатируют более полутора десятков различных стран, часть из которых являются союзниками России. Ирак, например, заказал не менее 500 единиц. БМП-3 также есть и в Корее, и Кувейте, и Венесуэле. Российская БМП-B11 на базе среднегусеничной платформы Курганец-25. Курганец-25 построен по модульной схеме, что упрощает его производство и обслуживание. На базе платформы планируется создание не только БМП, но также гусеничного БТРа и БМД, а также других машин. Экипаж БМП состоит из трех человек. Справа от механика водителя расположено моторно-трансмиссионное отделение, а в корме десантное отделение. Машина может перевозить до восьми десантников. Их посадка и высадка осуществляется через аппаральзайзи, в которую также встроена дверь. На Курганец-25 установлено восемь камер для кругового обзора, а из минусов можно отметить габариты Курганца. И они значительно превышают размеры советских БМП. Курганец-25 имеет гидропневматическую подвеску, а применять ее заставляет суровая необходимость. Бронемашинам предстоит двигаться не только по дорогам, но и по пересеченной местности. И при этом везя в десантном отделении мотострелков, которым в конце поездки предстоит вести бой, требующий предельного напряжения сил. Поэтому-то конструкторы и постарались снизить перегрузки и максимально сохранить их силы для боевой работы. БМП предстоит идти в одном строю с танками и вести бой с пехотой, а также с бронетехникой и авиацией. И поэтому на нее устанавливается более тяжелый и сложный универсальный безэкипажный боевой модуль «Бумеранг-БМ». Он совмещает в себе ракетное, пушечное и стрелковое вооружение, а также электронно-оптическую систему управления огнем и привода наведения. Унифицированность позволяет устанавливать его и на различные типы машин. А самое мощное вооружение в модуле «Бумеранг-БМ» – противотанковая ракета «Корнет». Их четыре, они размещены попарно. Высокая защищенность, достигнутая за счет большого веса, позволяет сделать «Курганец-25» платформой для целого семейства боевых машин. Машин боевого, технического и тылового обеспечения. Противотанковых пушек, самоходных, артиллерийских установок, машин ПВО, инженерных машин, машин радиационной, химической и биологической защиты, а также бронированных санитарных машин. А это близкий родственник прошлого экспоната – это бронетранспортер на базе платформы «Курганец-25». Б-10 представляет собой средний по массе гусеничный бронетранспортер с типичным для такой техники набором задач. Он должен переводить бойцов с вооружением и защищать его от различных угроз. Также БТР должен высаживать десант и поддерживать его огнем крупнокалиберного пулемета. Основой такого БТР является унифицированное шасси, и оно выполнено на основе оригинального броневого корпуса с требуемым уровнем защиты. По известным данным, лобовая проекция машины выдерживает попадание мелкокалиберных снарядов. С основных ракурсов обеспечена защита от крупнокалиберных пуль. А кроме того, на корпусе могут монтироваться блоки накладного бронирования и динамической защиты, а также возможна установка активной защиты, такой как перспективный комплекс «Афганит». В варианте БТР платформа «Курганит-25» оснащается дистанционно управляемым боевым модулем, и он полностью размещен за пределами корпуса. Модуль вооружен только крупнокалиберным пулеметом «Корд». Имеется оптико-электронные средства для наведения, а также управление модулем осуществляется с рабочего места оператора. Сообщается, что система управления огнем отличается высокой автоматизацией. В частности, предусматривается автоматическое сопровождение целей и обстрел по разрешению оператора. Работы по платформе БТР БМП продолжаются до сих пор, и согласно сообщениям последнего времени, они приближаются к своему завершению. Минобороны и промышленность в возримом будущем собираются запустить полноценное серийное производство такой техники и начать перевооружение строевых частей. При этом точные сроки принятия на вооружение Б-10 или Б-11 пока не называются. Темпы иные особенности грядущего перевооружения сухопутных войск также остаются неизвестными. Новый вариант бронетранспортера БТ-3Ф продемонстрировали на Международном военно-техническом форуме Армия-2023. Вместо ставшего уже привычным боевого модуля с пулеметом, БТ-3 получил пусковую установку противотанкового комплекса Корнет-Э с двумя управляемыми ракетами. С этим вооружением бронетранспортер может уничтожить бронетехнику и укрепление противника, а также бронетранспортер вооружен пулеметами по КТМ. Также была усилена и защищенность бронемашины. Помимо уже показанных ранее бортовых экранов, бронетранспортер получил противокумулятивные решетки, которые разместили спереди по бортам. Таким образом, БТ-3Ф получил дополнительную защиту как от крупнокалиберных пулеметов, так и от РПГ. Даже после всех этих доработок машина сохранила возможность передвижения по воде при трехбальном волнении со скоростью до 10 км в час и возможность размещения до 17 человек экипажа и десанта. БТ-3Ф был разработан на базе БМП-3. Недавно стало известно, что опытно-конструкторские работы по созданию нового бронетранспортера скоро завершатся. На форуме «Армия-2023» была представлена доработанная версия гусеничной машины. Совершенствование включает в себя новые элементы крепления, которые позволяют устанавливать дополнительное быстросъемное вооружение, а также скорострельные 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, различные управляемые противотанковые комплексы и автоматический гранатомет. При этом на бронетранспортере сохраняется и штатный пулемет «Корд». И такие платформы могут быть использованы на всех модификациях МТЛБ. Одним из самых странных образцов на форуме стала медицинская БМП с огромной сетчатой крышей. И с вероятностью 99% навес предназначен для защиты от сбросов гранат с дронов и беспилотников «Камикадзе». И выглядит это, конечно, странно, но если это лишь демонстрация защитной конструкции, которую можно будет ставить на БМП, то вопросов нет. Хотя, конечно, на полноценные боевые машины такая крыша не подойдет, поскольку она не позволяет нормально вести огонь. И если же перед нами цельный образец, то вызывает он дополнительные вопросы, потому что защита есть только сверху, а остальная защита по другим сторонам осталась на уровне 60-х годов прошлого века. И вот такой у меня получился экскурс по боевым машинам пехоты, показанным на форуме «Армия-2023». Отдельное видео про новые российские танки и боевые роботы, а также инженерные машины, вы можете посмотреть у меня на канале. А чтобы не пропустить новые видео о форуме «Армия-2023», подписывайтесь на мой канал. А если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите поддержать меня не только лайком, то добро пожаловать на мою страничку на бусте. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. До новых встреч. Пока-пока.